Чуть меньше месяца остается до дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. 1 июля будут приняты беспрецедентные меры защиты здоровья населения. Всех членов избирательных комиссий и участников общероссийского голосования обеспечат масками, перчатками и кожными антисептиками. Помещения для голосования будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Ну а для тех граждан, кто не сможет исполнить свой гражданский долг по месту регистрации, 5 июня в Ненецком округе заработал проект «Мобильный избиратель». Система позволяет подать заявление о голосовании по месту пребывания. В теме разбиралась Ольга Руссул. 1 июля в нашей стране пройдет голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Выразить свою гражданскую позицию теперь можно не только по месту постоянного проживания. Открепиться от своего избирательного участка можно несколькими способами. Например, через портал Госуслуги. Для этого необходимо открыть портал Госуслуг по адресу госуслуги.ру. У вас появится сразу меню с выбором соответствующей услуги для выбора участка. Перейти к услуге, авторизоваться и заполнить интерактивное заявление. Обращаю внимание, что для того, чтобы заполнить заявление через портал Госуслуг, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Свою учетную запись можно подтвердить в офисах МФЦ, либо онлайн-банках, таких как Сбербанк, Тиньков, ВТБ, Почта, Банк. Кроме того, жители региона, выезжающие на период голосования за пределы округа, могут подать заявление в центры «Мои документы». Важно, что услуга будет предоставляться во всех офисах МФЦ без предварительной записи. На месте специалист МФЦ поможет оформить заявление, и дальше информация будет передана в избирательную комиссию. Также заявление можно подать через портал Госуслуг, так сказать, не выходя из дома по месту проживания. Что касается времени работы по приему заявлений, они будут приниматься с 5 по 21 июня во всех офисах МФЦ. Режим работы офисов у нас размещен на сайте, на портале сети МФЦ. Что касается работы по приему заявлений офисов МФЦ, расположенных в сельских поселениях округа. Здесь специально выделяется отдельный час работы, сверхурочно, для приема именно заявлений как раз по голосованию. Кроме того, на территории города действуют пункты приема заявлений для тех, кто желает проголосовать вне места своего жительства. Пункты приема заявлений расположены в КДЦ «Арктика» по адресу улицы Смедовича, 20А, кабинет 144. График работы в будние дни с 16 до 20 часов, выходные и праздничные дни с 12 до 16 часов. 21 июля единственное заявление принимают с 10 до 14 часов. Также работает пункт приема заявлений территориальной избирательной комиссии Наридмарского городского округа, расположенный по адресу улица 12 в помещении городской администрации. Он также работает в будни с 17.30 до 21.30 и в выходные и праздничные дни с 12 до 16. 21 июня работаем с 10 до 14. Пункты начали работать уже сегодня в 16 часов, они приняли первых посетителей. Меры безопасности обеспечены всеми средствами защиты, масками одноразовыми, перчатками, все это будет выдаваться, антисептики, все закуплено, одноразовые ручки, термометр, все это закуплено. Напомним, что заявление на голосование вне места постоянной регистрации можно подать с 5 по 21 июня.